всем привет дорогие друзья сами джокер и сегодня я покажу очень интересный механизм который называется как бы назвать то так сказать активатор с помощью котла вот точнее даже пароль на котлах можно так сказать в общем что это себя представляет от механизма нас есть вот такая вот импровизированная кухня и стоят здесь два котла если мы здесь кликнем один раз а здесь кликнем два раза то у нас откроется вот такой вот сундучок где лежат алмазики если же мы кликнем здесь еще раз нас все закроется здесь тоже самое давайте их наполним здесь тоже самое если мы опять здесь кликнем два раза а здесь кликнем вот так то у нас как бы он откроется и сразу закроется потому что пароль так сказать неверный давайте опять наполним их ну что ж давайте теперь перейдем к схеме сразу скажу схема не моя придумал ее не я я ее лишь он пришел так показать потому что это действительно схема заслуживает внимания она выглядит вот так вот это вот вся схема сейчас вот это вот вся схема которая здесь присутствует давайте ее построим я лишь вам покажу как у меня все сделано то есть на один клик и на два клика там также там можно до трех кликов максимум сделать данный пароль так сейчас я тут небольшую платформочку сделаю на было сразу подготовиться то как-то я протупил сильно извиняюсь сразу так сделаем это все дело вот таким вот образом вот давайте возьмем котел возьмем компаратор репитер потом redstone красный факел и воронку до из так пока что любых блоков давайте ладно это мы потом сделаем значит ставим наш котел вот сюда ну в любое принципе место потом ставим компаратор потом ставим блок компаратор в режиме вычитания redstone и блок так тут на будучи продлить вот так вот что у нас получилось за схема теперь напротив этого компаратора мы ставим еще один компаратор сюда мы ставим воронку вот и на чем это все основано то есть у нас компаратор как бы вычитает сигнал вот этот компаратор будет вычитать сигнал из вот этого то есть нас будет подаваться сигнал силой здесь единичку то есть вот так сейчас я вам покажу давайте заполним здесь достаточно принципе положить один блок вот давайте сделаем вот так у нас будет здесь сигнал выпадать в единицу то есть в одно в один блок вот это как бы у нас будет так забыл поставить красный факел это у нас как бы будет блокировать наш компаратор если сигнал будет меньше точнее будет единица равно то есть смотрите вот мы ставим видео на сигнал пошел единица сейчас вот тут будет это лучше заметно вот у нас здесь до у нас сигнал как бы стало меньше и у нас компаратор заблокировал вот что что мы дальше делаем мы ставим здесь красный факел и здесь мы ставим репитер и здесь мы ставим блок для чего это нужно это нужно для того чтобы вот допустим мы нажали 12 вот два клика сделали и на у нас загорелся на второй клик у нас загорелся факел и на третий клик у нас он просто показ вот так то есть вот так вот это все выглядит и теперь перейдем к следующей схеме следующая схема тоже такая же только чуть больше она будет то есть мы ставим опять же компаратор опять же ставим блок опять же компаратор redstone потом опять блок ну естественно красный факел дальше мы берем компаратор потом ставим воронку в эту воронку я уже есть честно не помню сколько загружать надо вещей а по 6 здесь у нас должен сигнал быть в два деления выходить то есть вот у нас redstone и отсчитываем чтобы у нас сигнал выходил в два деления то есть это 6 блоков примерно от 6 до 9 блоков вот он нас выходит этот сигнал теперь дальше что мы делаем мы ставим здесь компаратор так как там я уже не помню а дальше ставим здесь так redstone потом мы ставим здесь блок потом ставим здесь репитер и здесь красный факел то есть вот так вот это у нас все выглядит мы заполняем котел и сразу же у нас на первый клик у нас она сразу будет активироваться ах да я забыл поставить компаратор режиме вычитания вот этот компаратор нужно обязательно поставить в режим вычитания вот и на последующие клики у нас ничего активироваться не будет вот такой вот достаточно полезный механизм вот я думаю он вам пригодится особенно если это делать там на несколько котлов это очень будет запарно его угадать вот даже на два котла это тяжело угадать то есть это довольно таки хорошая стабильная схема вот так что пользуйтесь на здоровье схема очень и очень простая то есть ее можно даже выживание построить в принципе вот и как я уже сказал угадать такой пароль особенно если там три или четыре котла стоят практически нереально то есть это надо это очень-очень много колбочек надо будет чтобы у нас убирать воду и потом ее опять заливать это надо будет очень-очень много колбочек ну что ж на этом я закончу всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки с вами был джокер всем удачи всем пока